Привет всем, нахожусь я сейчас в Амстердаме, прилетели мы с любимой на конференцию, кто не Робинсу, но конференция будет в Роттердаме, а сюда мы чисто прилетели на один день, посмотреть один город, сейчас выселяемся с отеля и идем на поезд и будем ехать в Роттердам. Как вам кстати моя старая прическа? Когда меня все достает, я беру машинку и брею себя под ноль. В Амстердаме вообще очень крутая атмосфера, такой свободный европейский город, люблю я старый архитектурный стиль, здесь все бухают, все курят, но никто никого не трогает, знаете как у нас нет быдла. Также это культурный город, здесь есть музей проституции, музей гондонов, музей травы, но вчера вот произошло событие, которое просто перевернуло мою жизнь и я понял, что в мире еще столько вещей, столько крутых и удивительных вещей. Вчера с любимой мы посетили ресторан Мошек, это ресторан, которому дали две мишленовские звезды, я честно говоря был в шоке, я первый раз в ресторане вообще такого уровня, вот хотел с вами поделиться. Сказать, что там было вкусно, это вообще ничего не сказать, всю еду, что я пробовал до этого, это было блин не еда, представляете? Там такое сочетание вкусов, что просто взрывает мозг, сочетание несочетаемого. Королевская икра с лососем, с банановым мороженым, яйцо, которое готовится в печи при 100 градусах, с зеленым чаем и с рыбой, но очень-очень вкусно. Фуа-гра с апельсиновым джемом и с маракуйей, просидели мы там 4 часа, там 10 подач блюд. Это все обошлось нам в 450 евро, и вот пока это лучший ресторан в моей жизни. Так что народ, мне очень нравится ваш настрой, всегда идите до конца, в мире столько еще всего интересного, это все нужно увидеть, никогда не сдавайтесь, всегда мечтайте о большем. Народ, пусть ваша жизнь будет яркой, полной, насыщенной, я такой же как и вы, я обычный парень, который этого никогда не видел, но всегда об этом мечтал и очень сильно этого хотел. Так что, никого не слушайте, всегда идите до конца, никогда не сдавайтесь и просто живите на максимум. Еще помните, я со всех отелей показывал вам интересные фишки? Этот отель тоже не стал исключением, я в каждом отеле нахожу что-то интересное, что-то такое, которого я никогда в жизни не видел. Смотрите, пульт как мышка, я такого пульта еще не видел. Круто, да? Плюс сзади есть клавиатура, очень удобно. Также здесь есть прикольная панель, на которой можно контролировать температуру. Также можно контролировать... Шторы. И свет. Круто, да? Включил или не включил? Субтитры. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вы видите здесь уровень поддержки Нисходящий тренд, уровень поддержки Все шикарно, я заключаю сделки на понижение Почему именно я заключил сделки в этой точке? Так, у нас здесь резкий взлет Для перестраховки я выставляю 2 минуты И заключаю сделку на понижение, но видите не успел Но все отлично, цена сейчас будет идти вниз, напоминаю, что видео я уже записал и теперь его просто для вас комментирую Почему я заключил здесь на понижение, почему я заключил здесь на понижение на понижение в верхних позициях Смотрите, хороший уровень 1.77.050 Сейчас я его вам начерчу 2 хороших позиций было на уровне 1.77.050 Вот этот уровень И когда цена подошла к нему, я принял решение заключить сделки на понижение Вот и все Так, первые 2 сделки закрылись в плюс Но потом для перестраховки я выставил на 2 минуты Потому что я не знал, куда пойдет цена Я никогда не знаю, куда пойдет цена Есть статистика Есть процентное соотношение Например, 70 на то, что пойдет цена наверх, я заключаю наверх 70 на то, что пойдет вниз, я заключаю вниз Так, смотрите Здесь я уже хочу заключить сделку на повышение Почему? Люди мне скажут Уникумы там, идиоты такие говорят Нисходящий тренд! Как это так заключить сделку на повышение? Потому что здесь я ожидаю коррекцию Коррекция Вот у нас идет нисходящий тренд И в определенном промежутке он пойдет наверх Да, маленькая коррекция Там на 2-3 минуты пойдет наверх И потом опять пойдет вниз Это и есть коррекция Потому что тренд не может идти вниз одной линии Он вот так вот идет вниз Но, чтобы вероятность была высокая Видите, я здесь не заключаю Потому что я не знаю, куда сейчас здесь заключать сделку Наверх или вниз Потому что все, что угодно может произойти Сейчас будет пробой Мне нужно дождаться разворота Вот этот разворот Цена уже начинает идти вверх И заключает две сделки на повышение Потому что сейчас может произойти все, что угодно Сейчас может цена резко Вниз уйти На 200 пунктов Или вверх Я этого не знаю Так, у нас первая сделка закрывается Та, что была на понижение Я этого не знаю Понимаете? Я не предугадываю Я ничего там не Вангую Я просто анализирую Цена подошла к уровню Притормозила у уровня поддержки Дальше не хочет идти Начинается маленький разворот И тогда я уже заключаю сделку на повышение Вот и все Произойти может все, что угодно Вот видите, здесь опасная ситуация Я посмотрел видео Какой-то такой идиот Записал видео По моей стратегии Протестировал, говорит, мою стратегию На двух сигналах Один сигнал в плюс Один сигнал в минус И он делает выводы Что эта стратегия не работает Представляете, какой идиот? На двух сигналах Да у вас может пять сигналов не сработать А потом двадцать сработать Понимаете? В долгосрочной перспективе Вы будете в плюсе Так, перехожу я к следующей ситуации Что у нас здесь? Несколько минут спустя Эта же валютная пара Видите? Коррекция маленькая произошла Это даже можно не считать коррекцией Но она как бы была, да? Подходила цена к уровню 1.77.300 И пошла вниз Здесь как бы уже опасно Заключать на повышение Почему? Смотрите, почему я здесь Боюсь заключать сделку на повышение Потому что цена с каждым разом Все ближе к уровню поддержки Это опасно Лучше я здесь заключу по тренду Уже На понижение Я маленькую коррекцию словил Две сделки зашло в плюс Отлично Опасные были сделки Но зашли в плюс Сейчас мне нужно дождаться Чтобы цена подошла в нужную точку Где эта нужная точка? Смотрите предыдущие две ситуации Эта точка находится на уровне 1.77.300 Или там 1.76.9 Вот там находится эта точка Мне нужно дождаться позицию Вот, цена поднимается Вот, наша отличная позиция И я здесь заключаю сделки на понижение Вот, вот, это хорошая позиция Смотрите На этом участке Со скольки? 6.47 7.6.53 На этом участке это локальные максимумы Локальные максимумы Сейчас я вам нарисую этот уровень Это самые высшие точки Вот они Вот три этих самых высших точки И от них я заключаю сделку на понижение Иду по тренду, все четко В предыдущей ситуации Тоже были локальные максимумы Я от них зашел В определенном там промежутке были Я посмотрел и зашел на понижение Здесь уже локальные максимумы Сместились Для определенной Для определенной ситуации Понимаете, да? И все Я здесь заключаю сделки на понижение Вот и все Так что запомните Произойти может все что угодно Мы не предсказатели с вами Есть вероятности У вас может, блин, там 5 сигналов зайти в минус Вы говорите Как так? Тарас Я же торгую по треугольнику Треугольник должен быть в плюс Да не должен он быть в плюс Сейчас мы, кстати, ведем Анализ всех ситуаций Я веду огромную статистику Я это буду все анализировать В каких ситуациях заходит В каких не заходит Буду это все записывать Очень огромная работа Она, наверное, затянется на 6 месяцев Я думаю Но я выведу Четкую статистику Именно когда, например, треугольник будет работать Или когда там определенная фигура Будет срабатывать лучше всего Какие нужны для этого показатели И выпущу стратегию Так, здесь все отлично Сделки закрываются в плюс И не важно, где я торгую На минуте На дневном На часовом Это все не важно Я просто записываю видео для вас На минутных сделках Вы представляете Если бы я записывал на часовых Я бы тогда снимал видео 2 дня Как вы себе это представляете Вот заключая сделку на час И что мне? Целый час вот снимать Как идет эта одна странная сделка Или потом включить на паузу Выйти куда-то Поставить в будильник Ага, у меня уже подходит сделка Опять включить камеру Опять включить запись И вот так бы я записывал для вас видео То, что работает на одной минуте Работает везде Уровни поддержки и сопротивления Есть абсолютно везде Итак, смотрите, как все просто За 10 минут я заработал 125 тысяч рублей Просто? Да, очень просто Зарабатывать просто? Конечно же, зарабатывать просто Все могут так зарабатывать Но сохранить депозит могут не все Сохраняют депозит только 10% Все сливают Из-за чего? Не из-за того, что они не умеют торговать А из-за эмоций Из-за жадности Из-за страха И в будущем Я на этом буду акцентировать Все больше и больше внимания Так, на этом все О конференции Я вам расскажу в отдельном видео Будет очень круто Вы видите, какой сейчас у меня заряд Буду записывать отдельные видео Буду с вами делиться В своих семинарах В своих консультациях Все это будет Не переживайте Итак, добро пожаловать В мою бесплатную закрытую группу Там я торгую вместе с вами Даю сигналы каждый день Каждый день мы торгуем Первая ссылка в описании Вторая ссылка в описании Это статистика моих сигналов Подпишитесь в Инстаграм Телеграм Все ссылки в описании Обязательно подпишитесь на мой канал Обязательно поставьте этому видео лайк Всем удачной торговли Пока Субтитры сделал DimaTorzok